Партнёр программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжается программа «Разворот на бизнес». Напоминаем, что проект как минимум годовой, большой проект. Мы вернулись в эфир, и я очень благодарю всех наших партнёров, которые участвуют в этом проекте разными способами, и в том числе Олега Прохоренко, который вернулся в этот проект. Спасибо тебе большое. И Светлана Занько его ведёт. У нас в гостях сегодня Алексей Егоров, генеральный директор компании «Аварус». Добрый день ещё раз. В первом часе уже немножко рассказывал нам о том, как об особенностях и проблемах, с которыми сталкивается предприятие при инвестировании и расширении, необходимости расширения производства. И подошёл Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты, наш старый добрый гость. Не старый, но добрый. Да, добрый день. И сразу скажу в самом начале, что у палаты будет 25-летний юбилей, 1 марта, поэтому Николай Михайлович принимает поздравления, и я думаю, что он заслуживает своей должности президента более чем кто-либо. Сейчас мы будем набирать Михаила Некрасова, генерального директора компании «Нанолек». Михаил Сергеевич в Москве будет с нами на связи. И надо сказать, что, как мы обещали, в первом часе мы поговорим о биотехнологическом кластере, о котором говорили много лет. И компания «Нанолек» совместно с компанией «Аварус» устраивали конференцию, где рассказывали о том, какие трудности возникают при развитии такого промышленного кластера, какие этапы мы не прошли, надо было пройти. И тогда, я помню, Алексей Глебович, вы с коллегами говорили о том, что необходимо было исполнить и бюрократические определенные процедуры, которые мы не прошли, не собрали достаточное количество документов, не отправили их в Минэкономразвитие для того, чтобы попадать в федеральные программы. Без федеральных программ сложно развивать что бы то ни было крупное в любом абсолютно регионе. Сейчас мы справку получили от компании «Нанолек», которая драйвером является движением, я так понимаю, регистрации как минимум биотехнологического кластера. Но участником этого процесса является компания «Аварус». Я еще перечислю некоторые компании «СКБ МТ», «Росплазма», «Агровед», «Кировская фармацевтическая фабрика», «Вятка УПАК», «ВТК Оптима». Туда же входит или будет входить «Кировпромвентиляция», «Биотин», известный всем. Туда же входит наш опорный вуз «ВятГУ» и наш Кировский медицинский университет. Сейчас мне пишет наш продюсер, что набирает «Нанолек». Предпосылки к созданию кластера мы все знаем, но, возможно, сейчас пока мы выходим, а уже есть у нас связь, мы, собственно, тогда про предпосылки попозже поговорим, а про современное состояние, что с этой заявкой, что с кластером и про планы «Нанолека», прямо сейчас уже можем поговорить с Михаилом Некрасовым, генеральным директором компании «Нанолек». Михаил Сергеевич, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы с нами на связи? Да, добрый день. Очень хорошо. Мы получили справку от вас по регистрации биотехнологического кластера, только я не очень поняла, все-таки Минэкономразвитие уже зарегистрировал нашу заявку или мы находимся в процессе? Мы находимся в процессе только не Минэкономразвития, а Министерства промышленности и торговли, потому что мы создали на территории Кировской области промышленный кластер, а эта категория кластеров относится и регистрируется в Министерстве промышленности и торговли. Эти документы мы сдали, и сейчас идет процесс регистрации. Первую оценочную проверку по документам мы прошли. Михаил Сергеевич, а вот какова цель, задача создания такого кластера? Понятно, что это, наверное, хорошо с точки зрения общей инфраструктуры, знаний и так далее, но есть ли какие-то возможности дополнительные, там, привлечение средств федеральных или привлечение дополнительных игроков в Киров? Что это дает вам конкретно, на Налеку, и всем, кто включается в эту работу? Ну, смотрите, у нас же есть уже на территории Кировской области несколько кластеров. Но только биотехнологических, их три. Наш Вятка Биополис, он успешно работает и помогает нам объединять усилия производственных компаний, и научных. Но вот этот кластер промышленный, почему мы стали двигаться в этом направлении, он регламентирует свою деятельность по постановлению правительства 779, который четко прописывает критерии этого кластера, четко уже прописывает финансирование. Финансирование там уже заложено. Я знаю, что по 2017 году было выделено на развитие этого кластера где-то около 600 миллионов. На 2019 год планируется выделение 800 миллионов. Это на развитие проектов, которые в рамках кластера будут осуществлять промышленные и научные учреждения Кировской области. Это именно на НИОКР, да? На научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки. Правительство. Еще раз давайте повторим вопрос, Олег. Это средство, которое можно будет направить на НИОКР? Да. Именно на разработки, а уже производство, оно за счет инвесторов, непосредственно участников кластера? Да, на участников кластера. Каждый кластер представляет свой проект. Этот проект защищает, кроме того, что кластер регистрируется в Минпромторге, затем эти проекты защищаются в том же Минпромторге на созданной комиссии. И если этот проект будет защищен, то в этом случае он уже идет на финансирование из федерального бюджета. Вы предлагаете какие-то свои проекты уже в этом году, которые претендуют на получение финансирования федерального? Мы заявили о разработку, вернее даже не разработку, разработанную вакцину, мы уже предложили проект по масштабированию, то есть промышленному производству вакцины, культурально вакцины гриппа, которую мы создали с ноля совместно с новосибирским вектором. Скажите, пожалуйста, мы сейчас разбираем все-таки инвестиции в нашем конкретном регионе и создание вот такого кластера и финансирование с помощью федеральных программ. Насколько улучшит инвестиционный климат и позволит вам на какие мощности выйти, в какие сроки? Ну, если только говорить в рамках кластера или в целом по программе Наналек, потому что у нас кроме кластера есть еще своя программа развития, своя программа инвестирования. В этом случае вот что у вас конкретно... Давайте про свою программу, про Наналек. Да, про Наналек мы уже заявляли, программа большая. Для того, что мы в рамках кластера хотим масштабировать, ввести на рынок коммерческую уже вакцину сонного гриппа, это культуральную. А следующая у нас задача – это разработать ввести на российский рынок ротовирусную вакцину и вакцину против ветряной оспы. Потому что у нас есть информация, об этом было заявлено на уровне федерального правительства, что до 2019 года эти две вакцины войдут в национальный календарь прививок. Поэтому мы планируем до этого времени вложить до 3 миллиардов рублей на разработку, на создание производства вот этих двух вакцин. Производство в Кировской области? Конечно, но на нашем производственном комплексе... А где же еще? Ваш производственный комплекс, в том виде, в котором он сейчас существует, эти объемы способен реализовать или потребуется строительство, например, новых корпусов, привлечение большего количества рабочей силы? Нет, у нас сразу с условием расширения были созданы производственные мощности, которые нам позволят уже без дополнительных капитальных затрат реализовать этот проект ротовирусной инфекции и ветряной оспы. Михаил Сергеевич, Вы сказали, что работаете в связке с вектором новосибирским, кольцовским. А в Кирове какие-то научные разработки будут готовиться и будут ли готовиться специалисты, или они уже есть в местном опорном вузе для того, чтобы доводить эти разработки до ума, или, может быть, заниматься внедрением, получением каких-то опытных образцов и так далее? Да, хороший вопрос, спасибо. Как раз об этом хотел сказать, что мы с ВИАСГУР рассматриваем программу, вернее, программу масштабирования как раз производства вакцины гриппа, где нужно нам создать опытное производство, потому что на реальном действующем производстве, на Налека, мы сейчас сразу перейти от лабораторной разработки практически к прямому производству не сможем. Нужен опытно-производственный участок, который нам позволит отработать вопросы масштабирования. И как раз мы с ВИАСГУ на эту тему разговаривали и нашли общий язык. У них нужно создать такой опытно-испытательный участок с ВИАРием, который нам позволит уже доработать до коммерческого штамма вот эту вакцину и уже производство полномасштабное запустить на Налеке. Это в текущем году, возможно, да, уже запуск этого опытного производственного участка? Мы сейчас проговариваем набор оборудования, набор помещений, набор тех работ, которые нам нужно будет осуществить. И мы как раз деньги, которые хотим получить в рамках промышленного кластера, мы хотим их как раз использовать для того, чтобы создать этот испытательный участок на территории ВИАСГУ. А ребята, которые будут работать по этой тематике, они имеют шанс затем устроиться в Наналек? Конечно, мы же еще какую цель преследуем? Потому что мы студентов, которые обучаются в ВИАСГУ, мы направим вектор или вектор, ученые вектора приедут, именно по этой тематике проведут курс лекций, чтобы нам, те студенты, которые сейчас на четвертом, пятом курсе, чтобы они вот этой технологией, которая будет выстроена пока в опытном испытательном порядке, то производство антигенов, то создание и производство всей вакцины, производство контроля, который там в аварии и все. Вот то есть полный цикл. Для ВИАСГУ студенты могут не просто в теории посмотреть, они могут это все пройти уже в практическом занятии. Михаил Сергеевич, вот если мы сейчас описываем ситуацию здесь и сейчас, какие существуют препятствия для реализации ваших инвестиционных проектов в регионе? Никаких. Я вот говорю, что действительно, я администрация и производство, и ВИАСГУ. Здесь мы нашли полное понимание. И я хочу сказать, что действительно при поддержке, большой поддержке администрации, мы создали вот этот промышленный кластер, которым я думаю, что как раз решение вопроса привлечения дополнительных федеральных инвестиционных денег на территорию Кировской области. Но в таком случае надо сказать, что все-таки не все предприятия, которые входят, вот декларированы в справке, которые я вижу в этом биотехнологическом кластере, не испытывают никаких проблем для осуществления своей деятельности. В частности, Алексей Глебович Егоров, который сейчас находится вместе с нами, он говорит, что необходима скоординированная деятельность и помощь для взаимодействия с государственной властью, органами местного самоуправления, для того, чтобы как минимум решить земельные вопросы и инфраструктурные тем предприятиям, которые хотят построить еще там корпуса и увеличить объемы. У вас пункт 12 – это как раз организация эффективного взаимодействия. Вы понимаете, что помимо вас есть предприятия, у которых трудности эти есть. Вот ваше объединение как может помочь в решении этих вопросов? Конечно, один из основных параметров постановления правительства 7.7.9 о промышленных кластерах. Как раз задача стоит не только развиваться какому-то одному предприятию, а как раз направлено на то, чтобы развивать кооперацию между предприятиями, которые находятся на территории Кировского региона. В этом случае, естественно, мы заинтересованы в том, что те федеральные деньги, которые нам удастся привлечь в этих деньгах, и еще и развитие тех компаний, которые входят в этот кластер, и в этом случае по упаковке. Второй вопрос. По упаковке. Зачем нам эту упаковку закупать, скажем, в Казани, и в Нижнем Новгороде, да, когда мы можем это производство при привлечении дополнительных федеральных средств, современное и оснащенное современным оборудованием, создать в Кирове, то есть развить ту структуру, которая сегодня этой упаковкой занимается. То есть в этом случае, вот я первый вопрос вижу о том, что добиться выделения средств на модернизацию предприятий, которые сегодня в цели осуществляют производство вторичной упаковки. Я Михаил Сергеевич. Здравствуйте. Это Алексей Егоров. Я тоже несколько слов хочу сказать. Вот Михаил Сергеевич сказал, что на базе Вятского государственного университета они планируют сформировать некий, так назовем, опытный промышленный участок для масштабирования. Правильно, Михаил Сергеевич? Конечно, конечно. Да, нам эта тема тоже интересна, но у «Нанолек» это свой профиль, это инъекционные препараты, у нас таблеточное капсульное производство, то есть пероральные формы, но принципиально вынести в единый центр такое масштабирование, мы тоже в этом заинтересованы и также считаем это правильным направлением, потому что там будет формироваться и сами отработки, и формироваться база именно по персоналу, то есть по рукам и уму, скажем так. Но здесь на самом деле есть сложности, потому что мое мнение, что вот в такой короткий срок, даже там один год, сформировать на базе Вятского университета, даже при наличии финансов, там такой участок, там же еще регуляториков станет, потому что эти виварии, лицензии, это БАК-лаборатория, то есть это достаточно такая серьезная и тяжелая программа, но то, что ей надо заняться и нужно довести до логического завершения, полностью поддерживаю. Конечно, я вас здесь поднимаю и согласен, что, к сожалению, сроки, которые бы хотелось как-то форсировать, но не получится, потому что регуляторика у нас устроена таким образом, что на это уходят годы. Но степ-бай-степ мы четко видим цель, которую мы преследуем. А если уж говорить о твердых формах, ну почему? У них и сегодня там есть уже какой-то набор оборудования, надо просто тогда нам действительно и не только сконцентрироваться на биотехнологии, но и в принципе в участках твердых форм тоже можно там испытательный создать. Я думаю, что это возможно. Это нужно сделать. Но и последний вопрос, Михаил Сергеевич, я все-таки возвращаюсь к истории взаимодействия властей региона, тех структур, которые отвечают за улучшение инвестиционного климата и за инвестпроекты. У вас есть какие-то предложения, как улучшить систему управления или взаимодействия? Потому что сейчас изменения до сих пор происходят в структуре правительства, и каждый раз назначается новый чиновник, который отвечает за инвестиционные проекты. Я как минимум трех таких знаю, не очень только разбираюсь, кто за что, но будем пытаться с помощью этой программы тоже. Может быть, следует какую-то отдельную структуру, новую создать, или сейчас Алексей сморщился и сказал опять с этого какие-то новые структуры, или все как есть, сейчас все прямо устраивает абсолютно? Смотрите, я тоже против создания каких-то новых структур. Достаточно есть у нас кластер, пусть он развернется по полной программе. Теперь смотрите, не нужно изобретать велосипед. Мы договорились с Санкт-Петербургом, мы вышли с предложением о том, чтобы устроить встречу промышленного кластера, участника промышленного кластера и администрации Кировской области по обмену опытом. Потому что у Санкт-Петербурга в этом плане уже они далеко продвинулись, и в них накоплен достаточно большой опыт. Мы договорились, и администратор согласился создать рабочую группу, и в конце февраля Санкт-Петербург по обмену опытом как раз развития инвестиционного климата в Кировской области, пользуясь уже тем, что в Санкт-Петербурге этим вопросом давно занимается, и у них накоплен богатый опыт. У нас связь прерывалась. Губернатор согласился, что вы едите рабочей группой в Санкт-Петербург? Да, и губернатор возглавит эту рабочую группу, и все мы туда поедем, и посмотрим, как в этом плане развивается Санкт-Петербург. В конце февраля, правильно я понимаю? В конце февраля, да. Все, мы с Олегом планируем еще одну тему на март месяц по итогам этой поездки. Какой опыт будет изучен, и что уже будет решено применить на территории Кировской области. Спасибо. Михаил Некрасов, генеральный директор компании «Нанолек». Я вот сейчас хочу попросить прокомментировать эту ситуацию Николая Липатникова, президента авиатской торгово-промышленной палаты. Ну, вот такую радужную прям картину Михаил Некрасов нарисовал по поводу создания биотехнологического кластера. Хотя мы знаем, что очень много проблем и препятствий на пути создания такой вот прямо яркой, гармонично развивающей структуры все-таки и было, и, наверное, остается. Я бы добавил еще к этому вопросу. У нас вообще кластеры в других сферах инвестиционных, они как себя реализовали? Все, ну, вы мониторите ситуацию? Ну, вы знаете, когда говорят о трудностях, я всегда привожу простой пример. Чтобы перейти дорогу, надо сначала посмотреть налево, потом направо. Понимаете, убедиться, что дорога свободна, можно идти. Трудности есть везде. Кластеры по биотехнологиям были поразглашены в течение лета лет. Практическая работа, скажем, чтобы она весомо давала результаты, ну, пока хоть чуть-чуть их я не видел. Конференции были. Ну, конференции. Важная, нужная конференция. Вы знаете, идея и идеология создания классово сама по себе в том, что объединяются люди, близкие по духу, по профессии, по технологиям, ну, по опыту работы своей. И это вовсе не значит, что должны создаваться новые офисы, помещения, наниматься секторикой, курьерой, водителем и так далее. Суть не в этом. Суть в другом, что они близки, по духу и находят формы. В том числе общаться в виде конференции, обмена опытом и так далее. В том числе через изучение и подачу проблем. Вот шел разговор здесь, который сказал, вот Михаил Сергеевич, кстати, его предприятие, член палаты, так же, как АВА Руси, его филиал. И это меня радует. Что нужно, чтобы сегодня это произошло? Многие годы в России ведется один и тот же разговор. Многие годы. Без результатов особых. Это связь с наукой производства. Образование наукой производства. Многие годы это была самостоятельная, не очень пересекающаяся система между собой. И вот радостно слышать, что сегодня это поняли и понимают глубоко те, кто занимается этими процессами. Вот опять же взять Наналек. Я был не один раз на Наналеке. Я видел эти процессы, которые происходят. Говорить о том, что сегодня опорный университет при всем глубоком уважении к идеологии создания опорных университетов, создать вот эти самые опытные участки, прав, Михаил Сергеевич, абсолютно. И прав абсолютно... Алексей Глебович. Алексей Глебович, это же совершенно иное требование. Это сертификация, это же контрольные органы. Причем это законное требование. Это же безопасность людей. Сиюминутно это не случится. Поэтому, на мой взгляд, сотрудничество состоит совершенно... Не в ином, но в несколько... Ну, может быть, не ином подходе. То есть, есть производство. Огромная территория Наналека. Современные, подсореванные технологии. Есть люди, думающие, скажем, в опорный университете. Где это будет лаборатория? Новозреть не так важно. Чтобы там было проникновение идей, мыслей, научных знаний. Изначально как раз такие лаборатории в Грязицах размещали, что в ГОПО были закрыты. А где это будет? Это не важно. Это вот как раз участники этого класса и порешают. Причем здесь власть. Какая роль власти? Огромная, огромная роль. Понимание, что сегодня территория в отдельности и Россия в целом может развиваться при одном условии. Условие это простое. Понимание власти, что без науки, без взаимодействия с наукой, без коммерциализации, извините, на работах Россия встанет. Мы уже отстали во многих, к сожалению, направлений. Вот сегодня отстали еще и в космосе, как оказалось. Если бы, прошу прощения, в прошлое времена, единственный человек в то время, который олицеплял власть, это в военные годы. Вы знаете, о ком речь. Жестко сказать о Сталине. Но если бы он не увидел этого письма, сколько таких писем, которые идут от науки, от умных людей, они просто пропадают никуда. Потому что вот это чиновничье братья иногда просто не доводит, скажем, я вот с удовольствием общаюсь с нашим губернатором, потому что, глядя в глаза, я веду, конечно, Игоря Владимировича Васильева. Глядя в глаза, мы видим, что у нас есть понимание, мы видим, что мы занимаемся общей целью. Вот сейчас вот мое желание, и я уже высказывал, и до этого, и сейчас вот вчера с Кочетковым встречались с Максимом Николаевичем. Давайте в систему введем встречи на уровне первой лица области, губернатора в частности, с нашей представительной науки. Что мы имеем сегодня в Кирове? Не из сельского хозяйства Ростока, на базе которого создается межрегенеральный центр, входящий в систему Российской Академии Наук, где работают два академика Российской Академии Наук. Поверьте, не каждая территория сегодня владеет научным потенциалом. Вот через наше окно введен ВНИОС, Всероссийский научный институт охотничьего хозяйства Пушнины. Работают с 34 регионами России, и, к сожалению, не важно, работают с Кировской области. Давайте поэнализируем все научные возможности, как в вузовской науке, так и в прикладной. Совершенно верно сказано по метуниверситету, ранней Метакадемии. Мы встречались на базе Метакадемии тогда еще, в царстве имбиржа Шифунов Игорь Васильевич, и мы увидели, что потенциал есть. А как здесь потенциал? Именно в союзе с властью и наукой бизнесом. Ну, что вам сказать по поводу потенциала? Все-таки рейтинговые агентства, которые публикуют рейтинги инвестиционного потенциала регионов, до сих пор относят Кировскую область к региону с пониженным потенциалом и умеренным риском. Прервемся сейчас на короткую рекламу и продолжим с нашими гостями. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжается программа «Разворот на бизнес». Ведут ее Олег Прохоренко и Светлана Занько. У нас в студии Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. И Алексей Егоров, генеральный директор компании «Абварус». Мы пытаемся сейчас связаться с Дмитрием Трегубовым, компанией «Димау». Компания, которая, насколько я знаю, занимается производством магнитов, которые реализуют по всему миру. И не на территории Кировской области реализация основная. Да, конечно. Все это за границей, но производят здесь. Это экспорт производит здесь. Более того, два года назад в Ахрушах было открыто дополнительное производство. Большой корпус. И сейчас там идет активный поиск рабочих рук и так далее. То есть производство расширяется. Плюс они заняли площадку частично завода 1 мая. незадействованную. И тоже там налаживают производство. То есть есть внутренние ресурсы для инвестирования. Есть хороший спрос. Вот хотим переговорить тоже с Дмитрием Анатольевичем. Да, пока он не на связи. И что является там, в чем, точнее, власти региональные могли бы помочь как раз предпринимателю для того, чтобы его все возможности реализовать в полной мере. Мы будем пытаться связываться еще с Дмитрием Анатольевичем. Но пока вот Алексею Глебовичу все-таки вопрос. Возвращаясь к нашей теме, возвращаясь к теме инвестиций и площадок, все-таки земельных участков, здесь в перерыве специально проблему обозначили Николаю Михайловичу Липатникову по поводу территории Бехимзавода 54 гектара. Мы говорили о том, что объемы производства, которые сейчас там размещаются, несравнимы с теми, которые были в Советском Союзе, когда был Бехим. И статус территории не меняется. И конфликтных ситуаций очень много возникает. Когда и как может разрешиться эта ситуация? Сейчас я бы не хотел гадать вот так, слету. Понятно, что объемы производства сократились. Не знаю, не уверен, что, скажем, сфера влияния, негативное влияние, она уменьшилась. Это просто решает Роспотребнадзор. Эти вещи изучают, определяют, рассчитывают, санитарные зоны. Вы не знаете, у вас такой нет информации. Просто надо эту тему, которая должна привести интерес первой власти, которая должна обеспечить безопасность населения. И второе, конечно, собственно, тех хозяев, которые там сегодня работают. Ну давайте Алексей Глебович. Давайте, вот вы, Светлана, в прошлой минуте, или как мы там, пятиминутки нашей, закончили тем, что рейтинг инвестиционный по Киевской области пониженный потенциал. Вы знаете, вот в 2016 году мы встречались с губернатором. Я тогда сказал, что это первый раз за 20 лет пребывания в Кирове первое лицо пришло к нам на площадку. То есть это говорит о том, что власть развернулась лицом к бизнесу. То есть это очень позитивный сигнал. И мы тогда имели беседу. И я пообещал, что мы максимально сделаем свои мероприятия внутри компании для того, чтобы развернуть выплаты, чтобы они пошли в бюджет. На сегодняшний день, да, мы остались резидентами московского региона. Но при всем при том, я вот справку подготовил, там, допустим, с 2015 по 2016 год. То есть наши отчисления на 2016 год увеличились на 38% в бюджет Киевской области. Если сравнить региональные налоги по Москве, то есть они у нас увеличились только на 5% в отношении предыдущего года. И о чем хочу сказать? Первое. То есть изначально был фокус в том, что резиденты были не резиденты. Мы резидентам помогаем. Я очень благодарен руководителю налоговой службы, которая дала комментарии свои. Это надо просветить в работу в отношении этого тоже вести. Хоть кто-то поблагодарил руководителю налоговой службы. Нет, я сейчас ее еще раз поблагодарю, потому что у меня есть с чем сравнивать. Поверьте мне, я слышу много негатива, но я говорю, ребята, вы посмотрите, что происходит в других регионах. И у нас, я вам хочу сказать, я не говорю, что нет совершенства, куда стремиться, но та ситуация, которая есть в Кировской области, она вполне комфортная для бизнеса. Вполне. Сейчас прямо на живых примерах вам приведу для того, чтобы было с чем сравнивать. Но я вернусь к руководителю налоговой службы. Она четко сказала, ребята, если предприятие производственное, если она имеет мощности, станки, площади в Кировской области, неважно, резидент или не резидент, достаточно большой объем инвестиций идет в Кировской области. Это заработная плата, отчисление с нее, налоги на имущество, транспортные расходы. И вот подсказывают коллеги, что, наверное, там на телефоне вывели звонок. Продолжайте заканчивать эту свою мысль. Просто еще раз, здесь не должен стоять водораздел в этом направлении. Еще раз повторюсь, если предприятие не торговое, если это не какие-то услуги, потому что сегодня-завтра они как ртуть, понимаете, перетекают из региона в регион. И это самые мобильные такие предприятия, которые очень сложно уловить, и они уходят и от налогообложения, и хитрят там и так далее. Это тоже промышленные объекты. Это то, на что как раз-таки любой регион должен опираться и развиваться именно за счет таких вот основных якорных налогоплательщиков и производителей. Один из таких производств как раз является компания «Димал». У нас Дмитрий Анатольевич Трегубов, генеральный директор компании «На связи». Дмитрий Анатольевич. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Да, очень приятно. Вы сейчас в Ахрушах как раз, правильно понимаю? Да, да. На новой площадке. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас обсуждали разные предпосылки, которые препятствуют или помогают инвестировать на территорию Кировской области. У вас ощущение, ну так как вы здесь и бизнес создавали, и открывали новые производственные мощности, у вас как ощущение в целом, есть возможности и предоставляет ли такие возможности руководству местная, власть местная для развития? Да, значит, возможности однозначно такие есть. Здесь сложилось свой ряд таких положительных условий именно в Кировской области. Это связано прежде всего с тем, что, ну мало того, что область, площади большие, невостребованные земли есть однозначно. Самое главное другое. Здесь, особенно в Голосном городе, сложилась великолепная техническая школа вокруг университета, по техническому университету. Сейчас, правда, объединили три университета в одном, ну это, я думаю, что не хуже скажется. То есть, то есть, есть большого количества специалистов, подготавливаемых, в том числе, много в наш город приезжает из других городов учиться. Это, естественно, положительное влияние оказывает. Ну, что еще там? В транспорт нас есть инфраструктура. Вот сейчас дороги в Казахстан наконец-то стали в области резко улучшаться. И у нас вот без связи с машиностроительным поставку ведем во все регионы страны практически. А геометрический, скажем так, расположен достаточно удобно. То есть, можно ехать и на север в порты, и на юг, и на восток, и на запад. Вот мы с ибросто-транспортом-то все охватываем. Что еще? Как вам далось открытие новой площадки? Вот как раз практически, ну, не в чистом поле, но... Ну, у меня в данном случае в чистом поле. То есть, это вообще грин... как называется? Гринфилд? Да, на федеральной трассе, в поселок, недалеко, газ провели. Рядом очисты находятся, федеральная трасса, электроэнергия. Ну, в общем-то, как бы, вот все вновь. Съело это много от жизни? Или было достаточно комфортно? Съело, конечно, много. Как бы, начали мы скапываться землю где-то уже почти 10 лет, ну, чуть поменьше, может, 9 лет. Там, помните, кризис 2008 года там прервал все это хозяйство. А вот буквально в последние годы там довольно интенсивно произошло развитие. Понятно, сначала, как обычно, инфраструктура, создание инфраструктуры, подтяжка воды, электронарии и так далее. Сейчас, честно, это дело хозяйства форсиво. Ну, это помогло, помогает однозначно то, что произошло в связи с последние годы. Дмитрий Анатольевич, вы пропали. Что помогает однозначно? Повторите, пожалуйста. Однозначно помогает та, что вот эта система импортозамещения. Ага, система импортозамещения для машиностроителей и для вашего производства. Да, да, для строителей, западная продукция дорогая, неудобная. В курсе все крупные предприятия взяли на пользование отечественным производителем. Это, конечно, с плюсом. Вы от этого выигрыш. У нас остается 3 минуты до завершения программы. И все-таки мы хотим понять и от каждого сейчас гостя получить ответ. Вот по рейтингу национального рейтингового агентства мы на 70-м месте по итогам 2017 года. На 70-м из всех регионов по инвестиционной привлекательности. По рейтингу эксперта за 2017 год мы, как я уже сказала, регион с пониженной инвестиционной привлекательностью и умеренными рисками. Не очень красивая картинка. Что нам мешает и что помогло бы нам? Коротко. Мешает. Ну, наверное, мешает. Естественно, регион сам по себе достаточно бедный. То есть денег больших, лишних нет. В общем-то, недостаток финансирования мешает, однозначно. Конечно, было бы очень хорошо, какие-то местные программы использовать для поддержки малого бизнеса. Они есть, они используем. Вот, например, по лизингу, вот раньше была прекрасная программа, несколько лет пользовались, но компенсация там первого взноса. Сейчас это ушла. Все-таки с кредитами проблемы определенно возникают. Высокий уровень кредитования. Вот это все мешает. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Трегубов. Давайте от каждого нашего гостя тоже попросим такой ответ. Алексей Глебович, пожалуйста, генеральный директор компании «Варус». Алексей Егоров. Ну, постараясь коротко, еще раз, на текущий момент, с моей точки зрения, есть все предпосылки и все возможности и инвестировать, и расширять производство, и так далее. Вопрос заключается в том, что, смотрите, налоговая ситуация и отношение налоговых органов, государственных органов, торговой и вятской палаты к бизнесу, я считаю, крайне позитивной и нормальной. Он не хуже, а даже, наоборот, лучше, чем в других регионах. Например, я могу сказать, что я с руководителем налоговой службы по 31-й налоговой инспекции ни разу не смог встретиться, ни разу не смог войти в диалог. Но меня проверяют каждые три года выездные проверки. Это не наша инспекция? По 8 месяцев, это не наша, это московская инспекция, по 8 месяцев у меня выездные проверки, я просто здесь. А что мешает нам? Привлечение денежных средств, на мой взгляд. Нет, на сегодняшний день это тоже не проблема. Если бизнес ваш прозрачный для кредиторов, если они понимают, как он устроен, кто руководит бизнесом и так далее, привлекаться под 10%, где-то примерно среднему крупному бизнесу, не проблема. Да, мелкий, маленький бизнес, это надо решать. С моей точки зрения вопрос, который требуется на сегодняшний день, это помощь региональных властей более консолидированно, более точно по решению каких-то вещей, без которых, на самом деле, невозможно решать какие-то проблемные точки. То, что говорил Николай Михайлович, нужно встречаться, да? Нравится название программы. Нам всем нужно сделать и власти, и бизнесу, и депутатам, и которые называют органом разворотный бизнес, и вместе решать задачи. Все получится. Спасибо. 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 Это была программа «Разворот на бизнес». В следующий раз мы встретимся с вами 21 февраля, два раза в месяц наша программа, двухчасовая. Благодарим наших гостей Алексея Егорова, генерального директора компании «Варус», Николая Липатникова, президента Авиатской торгово-промышленной палаты, Олег Прохоренко и Светлана Занько вели этот эфир. Спасибо. 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 Спасибо.